Ну что ж, ребятки, я думаю, по названию ролика вы, в принципе, все поняли. Да, разработчики нас услышали. В этом ролике я вам подробно все расскажу, покажу там и так далее. Поэтому от вас хочу увидеть максимальную активность. Благодаря вам, благодаря мне, мы все-таки смогли добиться того, что дальнобойщики как бы изменили в лучшую сторону. Но в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод. Водите промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня. За него получите 300 тысяч. Са информация есть в описании под видео. Я вам могу пожелать только приятного просмотра. Приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее. Берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Также хотел немножко уделить теми тому, что я как бы не стримлю, нету видосов. Вы не бойтесь, как бы я не потерялся, если что, я не ленюсь. Просто у нас была очень плохая погона, гроза там и так далее. И просто оборвала интернета кабель. Самый главный, который идет в поселок. Как только все отремонтируют, будут стримы, будут ролики. Но в данный момент я раздаю просто интернет с телефона. Итак, ребятки, давайте начнем с того, что да, я выложил видос, в котором я рассказал о том, что испортили работу после обновления. То есть я указал на ошибки, что нужно поменять там и так далее. Со мной связался разработчик буквально в этот же день. Он мне как бы написал, спросил, в чем как бы проблема, что нужно поменять. Я ему все расписал, рассказал. Он сказал то, что все как бы сделаем, исправим данную работу. И вот буквально получается, спустя 3-4 дня, ночью выходит обновление. Точнее, утром после рестарта выходит обновление. Список того, что изменили в работе дальнобойщика, у вас сейчас в принципе на экране. Большое просто спасибо за просто их лояльность. То, что они обратили внимание на обычного ютубера. И как бы все-таки прислушались к нам, к игрокам. И решили максимально быстро исправить работу. Самое главное это КД. Давайте посмотрим, КД изменили или нет. То есть мы берем как бы рейс, допустим, ну любой берем просто. И берем заново рейс, как мы в принципе это и делали в прошлом ролике. То есть я вот беру обратно, КД 20 секунд. То есть 10 секунд прошло, 10 плюс 20, 30. То есть КД 30 секунд, как бы вернули как оно и было. Теперь, как вы понимаете, есть рейсы 115-го, 117-го скилла, 120-го и 123-го. Вот насчет 123-го скилла я немножко как бы не понял. Они получается сняли ограничения по скиллу или как это работает? То есть вы можете максимально вкачать 123-й. Либо 123-й доступен будет для игроков, которые ранее качали дальнобойщика. И как бы у них там допустим 130-й скилл, либо 150-й. То есть вот этот момент я не понял. Ну, 120-й как бы есть, вот вы можете обратить внимание, то что Лесоруба Южный 120-й. То есть раньше 120-й скиллов рейса не было. И они добавили еще новую точку в Бусаева. То есть реально красавчики, все о чем я говорил, они в принципе исправили. Они добавили новую точку, добавили новые скиллы и убрали КД. То есть то, что я хотел, то, что я говорил в ролике, то они в принципе и сделали. Но я думаю, вы сами понимаете, то что работу в любом случае сделали в лучшую сторону. Даже для мелких скиллов добавили новые рейсы. То есть в этом плане прям все реально хорошо. То есть я так сказать был просто посредником. В любом случае, если бы вы не поддержали видос, как бы, там реально активчик хороший, 250 лайков. За что вам огромное спасибо. То есть если бы мы вместе не проявили бы актив, не проявили бы внимания к этой теме, то я думаю ничего бы не поменялось. Спасибо Феде, спасибо Роме. Просто огромное спасибо, потому что работа дальнобойщика, я считаю, это просто основа мазинга, потому что эта работа была еще изначально, когда создался проект, понимаете? То есть этой работе уже 8 лет. Да, оно там видоизменяется, новые там рейсы, транспортные компании появились, новые фуры. Но в любом случае, работа дальнобойщика это основа просто. До дальнобойщиков не было рыбалки, не было фермы. Понимаете, дальнобойщики это именно основа, это основная работа, которая была всегда. Я на самом деле просто максимально рад, реально, просто максимально рад, потому что у меня теперь есть стимул качать скилл. То есть, как вы помните, до обновления максимальный скилл, который вы могли вкачать, это был 110. Сейчас вы можете вкачать 120 скилл и будут рейсы 120 скилла. То есть, есть стимул, есть смысл качать скилл. У меня как бы 118-й, но как только мне сделают интернет нормальный, я просто буду реально качать скилл максимально жестко, чтобы постараться вкачать его до конца лета. Так, вот мы довозим рейс, и мы получаем 55 тысяч. То есть, я взял рейс 115-го скилла, Лейткарина Южный получил 55 тысяч. То есть, вот есть рейс 117-го скилла просто. 123-й скилл, пацаны, это просто мой рай, понимаете? Я, блядь, счастлив, просто, блядь. Реально, еще раз скажу тысячный раз. Рома, Федя, все руководство, все разработчики проекта. Вам огромное спасибо, реально, что вы к нам прислушиваетесь, и так оперативно просто все сделали. Блядь, я просто счастлив, реально, я просто кайфую. Ну что ж, ребятки, довозим рейс просто. Сейчас делюсь как капнет. 54 тысячи, просто, блядь. Как это кайфово, ребята, просто. Я реально счастлив, что они так сделали. Реально, просто огромное им спасибо. Теперь реально есть стимул качать 120, прям очень хочется просто его прокачать, чтобы просто брать любые рейсы, но вот насчет 123 скилла, я как бы не понял, можно ли его вкачать или нельзя, я бы на их месте на самом деле просто убрал бы полностью ограничение до 150 скилла, то есть рейсы есть 150 скилла? Есть, правильно, правильно, его вкачать будет максимально сложно, но те, кто хотят, пусть как бы качают, я считаю это будет справедливо. Было бы реально круто, если бы они убрали ограничение со 120 скилла до 150, но вы сами понимаете то, что 150 скилл вкачать будет максимально сложно, вы его будете качать в лучшем случае где-то год, то есть если мы даже вот зайдем посмотрим, 150 рейсы, вот, 67 тысяч просто, да, его вкачать сложно будет, очень сложно, сложнее чем даже с 100 до 120, вы сами понимаете почему. Ну что ж, ребятки, на этом моменте я буду как бы заканчивать, не хочу видос как бы растягивать, самое главное, я все равно вам показал, рассказал, реально, еще раз повторюсь, разработчикам, Федде, руководству, реально, огромное просто спасибо за то, что они нас услышали и сделали все, что я в принципе попросил от лица дальнобойщиков. Реально я считаю то, что это многого стоит, потому что не на каждом проект просто увидели бы видос ютубера, спросили у него, что нужно сделать и буквально за 3 дня это все сделали. Я реально просто удивлен, мой низкий поклон, реально просто красавчики. Просто поставьте лайк, подпишитесь на канал, это будет самая лучшая благодарность. Вся информация из описания, поэтому заходите, смотрите и начинать играть вместе со мной. Всем пока-пока.